Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Наша тема в этом изучении — второе пришествие Мессии. И очень важно, чтобы мы понимали, что Писание говорит об этом событии. И если вы верующий, или же вы тот, кто придет к вере до этого события, это тоже будет важно для нашего изучения. И я говорю о восхищении Церкви, о том, что Павел называет блаженным упованием. Восхищение Церкви и второе пришествие — это не одно и то же событие. Это два разных события, которые произойдут в разные времена и для разных групп людей. Прежде чем мы начнем, позвольте мне поделиться с вами одним очень важным стихом. И это первое послание фессалоникийцам, 3 глава и 13 стих, поскольку там говорится о втором пришествии. «Когда небеса откроются и придет Мессия, и Писание говорит, что мы, святые, будем с Ним». Что это значит? Это значит, что те, кто принял участие в восхищении Церкви, они будут с Мессией, с Богом, нашим небесным Отцом, в небесах в течение времени, когда Бог изливал Свой гнев на этот мир. В то время мы не испытаем никакого гнева Божьего, но будем в Царстве Небесном. И вот в конце 70-й недели Даниила были последние 7 лет, и мы видим, что Мессия возвращается, и Он сделает две вещи. Прежде всего, Он и зальет суд на врагов Израиля, на тех, кто против целей Бога. Итак, Он сделает это. И вот первое. Он и зальет суд. Он приведет к завершению гнева Божий. Второе. Он избавит Израиль. Одну треть еврейского народа. Нам необходимо помнить, и мы говорили об этом раньше, мы видим, что будет время великого гнева. И Еремия говорил об этом времени как о бедственном времени для Иакова. И мы знаем, что в течение этого трудного времени, Даниил говорит в первом стихе 12 главы, что это будет самое трудное время из всех для еврейского народа. И в течение того времени две трети еврейского населения в мире будут преданы смерти. И большинство из них, если не придут к вере, будут вне надежды на всю вечность. Но Бог верен, и Он проведет, и Писание делает на этом акцент. Одну треть Он проведет через это время. И когда они увидят небеса открывающимися, когда они увидят того, кто был пронзен с ранами в ладонях, в боку, в лодыжках, когда они увидят это, они признают, кто Он, что Он – Иешуа, Иисус Христос. И они примут Его таким же образом, как Фома. Когда Фома увидел те же раны, Он коснулся их. И что Он сказал? «Господь мой и Бог мой». Вот так и евреи придут к вере. Мы видим, вспомните те две вещи. Второе пришествие Мессии – это не восхищение церкви. Это будет после восхищения. И как я сказал в первом послании фессалоникийцам, в третьей главе, в тринадцатом стихе сказано, что мы, святые, будем с Ним. «И Мессия придет, чтобы поразить врагов Израиля и завершить суд, гнев Божий на этот мир, избавив еврейский народ». И вот третье, что Он сделает. Он установит Своё царство. Это царство на тысячу лет. И мы видим в книге Откровения, в двадцатой главе, там об этом упоминается дважды, что мы будем царствовать и править вместе с Мессией. Кто мы? Святые. Те, кто приняли Евангелие до восхищения церкви. Мы будем с Мессией всю вечность. Мы будем в течение этого тысячелетнего царства править и царствовать вместе с Ним. Мы поговорим об этом еще больше, когда дойдем до двадцать пятой главы через несколько недель. Но в центре нашего сегодняшнего изучения — второе пришествие. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, двадцать четвертую главу. Мы увидели, что после мерзости запустения был важный сдвиг, о котором говорил Мессия. Начиная с 16 стиха, Мессия, Иешуа, говорит о мерзости запустения. В 14 и 15 стихах он говорит о конце. О каком конце он говорит? Мы это узнали. Конец, о котором он трижды говорит в этой двадцать четвертой главе, «это конец эры Церкви». А что произведет этот конец? Мы должны знать, что это будет восхищение Церкви, блаженное упование, то, что мы не испытаем Божий гнев. Как говорит Павел в 9 стихе 5 главы 1 послания к фессалоникийцам, «Мы, верующие, те, кто приняли достаточность дела Мессии на том древе, те, кто уверовали в искупление, вечное искупление через кровь Мессии, нас не будет на земле, чтобы испытать гнев Бога». Но тут сказано, что мы были определены к спасению. И это слово «спасение» — это слово «победы». Так что, начиная с 16 стиха, в тексте происходит изменение. Мы увидели это на прошлой неделе в нашем изучении, что в центре — земля Иудеи. Речь о сегодняшнем Израиле. И это будет время великого гонения. Как я упомянул несколько минут ранее, «Это будет наихудшее время из всех для еврейского народа». Но в конце величайшее число из всего еврейского народа придет к вере, возложит свое упование, исповедует свои грехи и примет дело Мессии с тем, чтобы быть частью тысячелетнего царства. «Они примут Божье обетование завета». Это начинается в 16 стихе. Мы видим слово «сочетание Великая скорбь» в 21 стихе. И мы видим, что это будет, как я упомянул, ужасное гонение. И последний стих, что мы прошли на прошлой неделе, был такой, что если бы Бог любящий, милостивый и сострадательный, Писание говорит, что если бы Он не сократил тех дней, а Он сократит, то не выжила бы никакая плоть. Но Он сверхъестественным образом сократит те дни. И в этом процессе, посреди этого, еврейский народ захочет, он будет думать о обетовании, об обещанном Мессии, Его Искупителе, Его Избавителе. И вот с этой мыслью мы начнем наше изучение. Так что посмотрите 23 стих, Евангелие от Матфея, 24 глава, 23 стих, где говорится, «Тогда, если кто скажет вам, вот, здесь Мессия или здесь, имеется в виду в другом месте, Он повелевает нам, не верьте». А почему это так? Причина этому в том, что второе пришествие Мессии будет, и мы скоро увидим это, очень драматическим событием. Оно не будет ограничено одним местом. Оно не будет зависеть от вашего нахождения в каком-то определенном месте. Если вы часть народа израильского и неверующий, то не местоположение, не место, но мы увидим, что второе пришествие, оно произойдет, чтобы завершить суд Божий над этим миром. Когда Мессия придет, чтобы избавить Израиль, когда Он придет, чтобы установить тысячелетнее царство, это будет очень драматическое событие. Это будет очень драматическое событие. И мы увидим точно, что это. Так что сказано, в то время, когда еврейский народ будет думать о Мессии по причине Его страданий, Его тягот, тут сказано, «Если кто скажет вам, вот, здесь Мессия», говорит он, «или там», это то же самое слово «здесь», но это идиома, которая означает «здесь или там». Не верьте, ибо... Посмотрите 24 стих. Враг использует все для своей цели. И когда еврейский народ будет думать о Мессии, враг начнет, как он всегда и делает, он начнет говорить ложь, обольщение и обман. Вот почему. Посмотрите 24 стих. Тут сказано, «Ибо восстанут кто-то является причиной этого». Кто причина того, что восстанут, как он говорит, лжемессии и лжепророки? Враг. Он использует это время отчаяния, это время страха, которое придет на еврейский народ по причине этого времени великого гонения. Он попытается сделать то, что он всегда делает, а это ввести людей в обман, увести их от истины. Именно в это время, как сказано тут, восстанут лжемессии и лжепророки. И что они будут делать? Тут сказано, «И дадут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть». Это их цель. Нам надо сделать паузу. Чтобы правильно усвоить это. Вспомните, что пятый стих — это важный стих. Здесь Мессия обращается главным образом к ученикам. И он предупреждает, потому что все это время, 70-я неделя Даниила, это время обольщения, обмана, лжи. Почему? Потому что в течение этих последних семи лет, в течение 70-й недели Даниила, будет империя Антихриста и его правление. А его империя — это империя богохульства, обмана и обольщения. И помните, что там сказано? «Многие придут под именем Моим». Кто говорит? «И Ешуа». Итак, они будут приходить во имя Его и говорить об Ешуа, что Он Мессия. Вы скажете, «Что ж, хорошо, ведь Он Мессия, но вот проблема». Они будут говорить, «Мы верующие», но они не таковы. Они будут говорить, что Он Мессия, и как будто это хорошо, но у них будет ложное исповедание веры в Него. Они будут говорить, что верят в Него, но будут давать людям обольщение, они будут давать им ересь, они будут инструментом обмана, и многих они уведут от истины. Они будут обманщиками. В пятом стихе они говорят, что Ешуа, Иисус, Мессия. Но вот в этом, в 24 стихе, который мы читаем, сказано, что будет много индивидуумов, которые будут заявлять это о себе, что они Мессии, что они Христы, но это будет ложью. Вот почему сказано, восстанут лже-христы и лже-пророки. И они сделают в точности то, о чем мы читаем в 13 главе книги Откровения. Это время правления Антихриста, в течение того времени, когда Он захочет, чтобы люди принимали это начертание зверя, что является утверждением абсолютной лояльности к Антихристу и его империи. Вы знаете, много запутанных, много нелепых и полностью неверных утверждений о начертании зверя, отношении вакцинации от коронавируса и подобного. Вы усвоите следующее. Начертание зверя — это утверждение, когда вы примете, не дай Бог, мы, верующие, конечно, не примем его, но те, кто примут, им придется сделать утверждение об абсолютной преданности, полной лояльности к Антихристу и его империи. Вот как человек принимает начертание зверя, а не по незнанию, не потому лишь, что, ну, мне вот для этого надо вакцинироваться, я приму ее. Здесь нам необходимо проявить зрелость. Перестаньте заблуждаться. Начертание Антихриста — это начертание, и помните, что цель Антихриста — подделка. Если вы хорошо изучали, к примеру, Второзаконие 6 главу или Второзаконие 11 главу или Исход 13 в 13 главе, об этом сказано дважды. На иврите это называется «тфилин», на греческом — «филактерии», и речь идет о коробках, коробочках, в которых находятся места Писания, и эти коробочки подвязываются на руку или на лоб. Именно на эти места будет наноситься начертание зверя. И вот что нам необходимо увидеть. Перед людьми станет выбор. За кем вы последуете? Кому вы подчинитесь? Что будете делать? Рабочая рука библейски синонимична силе, усилию, действию. А лоб — мысли. Вы будете мыслить согласно Слову Божью и вести себя по Слову? Или ваша преданность, ваша лояльность будет Антихристу? Вот выбор. И опять-таки, это не будет чем-то, что человек сделает случайно. Я не знал, что я делал. Будет совершенно ясно, что начертание зверя будет означать преданность, абсолютную лояльность к богохульной империи Антихриста. Очевидно, что последователь Мессии такого утверждения не сделает. Но это будет время великого обмана. Вспомните, что тут сказано. Эти лжехристы и лжепророки, они будут делать следующее. Они будут делать великие чудеса и знамения. Для какой цели? Чтобы обмануть, если возможно, и избранных. 25 стих. Мессия говорит, вот, помните это слово? Это слово для привлечения внимания, чтобы сказать, что следующие слова очень значимы. Он говорит, вот, я наперед сказал вам. Эта фраза, сказать кому-то наперед, она очень интересная. Что касается греческой грамматики, фраза стоит в перфектном времени, а это значит, что это не что-то новое. Он говорил это раньше. Он говорит это сейчас. И истина этого утверждения распространяется и в будущее. Само использование перфектного времени подчеркивает, делает акцент на том, что он говорит. Снова посмотрите 25 стих. Вот, я наперед сказал вам. 26 стих. Итак, если скажут вам, вот, он в пустыне, не выходите. Вот, он потаенных комнатах. Он говорит, не верьте. Почему? Потому что он что-то скажет нам о втором пришествии. И опять-таки, второе пришествие не за церковью. Вы услышали это? Второе пришествие не за церковью. Второе пришествие за Израилем, чтобы избавить его, поразить врагов Божьих, которые будут также и врагами Израиля, и установить тысячелетнее царство. А в тысячелетнем царстве мы будем, как я сказал, посмотрите 20 главу книги Откровения, стихи 4 и 6. Мы будем править и царствовать с Мессией. И это не только для нас. Мы будем телом Христовым. Мы будем начальствовать. Мы будем начальствовать, и у нас будет власть. Мы поговорим об этом больше, когда начнем изучать 25 главу и учение Мессии. Но посмотрите, что он говорит здесь? Он говорит, 27 стих, «Ибо, как молния исходит от...» И в вашей Библии, вероятно, сказано «востока». Это слово означает «восход». Солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Буквально сказано «восход и закат». Но мы для простоты переведем. Он говорит, «Ибо, как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Так что вот что он говорит, и я упомянул это несколько минут назад. Он говорит, что второе пришествие будет очень драматичным событием, как молния. Не имеет значения, где вы, в каком-то местоположении, или полмили, или километром дальше, когда бывает молния, она озаряет все небо. Вы видите ее в одном месте и через горизонт до другой стороны. Это явление очень зримо, очень драматично. И это-то он и говорит, «Не думайте, что во время второго пришествия вы должны быть в пустыне, быть в каком-то местоположении, в каком-то здании, в какой-то комнате. Нет. Это будет очень зримо». Он говорит, «Как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Посмотрите 28 стих. В 28 стихе у нас очень необычное местописание. Тут сказано... Давайте я прочту буквальный перевод. Как тут сказано? «Ибо где будет труп, там соберутся грифы». И это слово означает «орел» и стоит во множественном числе. И вот о чем он говорит. Вспомните, если вернуться, к примеру, к истории Давида и Голиафа. И, между прочим, это повествование о Давиде и Голиафе, эта победа приходит к нам в контексте искупления. В тот день Бог действовал через Давида. В последние времена, в последние дни, Он будет действовать через Сына Давидова, чтобы одержать победу. Но как Давид одержал победу, всего лишь один человек. Это произвело победу для всего его народа. Но вот связь. Вспомните, что там сказано? Как Давид говорит Голиафу, «Твой труп будет в поле, и птицы небесные прилетят и будут есть тебя». Вот это и должно прийти нам на ум. Естественно, туда, где мертвое тело, прилетают грифы. И вот так же точно Бог, поскольку Он Бог, хранящий Завет, и вот так же точно это естественно. Это так происходит. Несомненно, туда, где труп, прилетают грифы. И вот Бог, создавший Завет, святой, праведный Бог, Он исполнит обетование Завета для Своего народа. Так что у нас есть победа. Мы увидим позор врагов Божьих, врагов Израиля. Они умрут и полягут на полях Израиля. Мы видим, что это говорится и в других местах Писания. Об этом сказано в книге Откровения. об очень уникальном месте под названием Армагеддон. Армагеддон — это долина, и у нее, между прочим, есть и другое название. Она известна как долина Иосафата. Что означает этот термин, Иосафат? Это имя из двух слов, и оно говорит о Боге, Господе, что Он судит. Вот это Бог и сделает. Он позаботится о том, чтобы огромная армия, пришедшая со всего мира, всякий народ пойдет против Израиля. И будет последняя битва, Армагеддон, или битва Гога и Магога во время этой войны. И главное поле сражения, главное место конфликта будет около места, которое мы сегодня называем Мегиддо. Оно также известно как гора или Хар-Мегиддо. Хар — это гора. Таким образом, Хар-Мегиддо или Армагеддон. И это гора гибели. И цель в том, чтобы захватить контроль над этой горой. Для чего? Если вы захватили, контролируете эту гору, у вас свободный проход к Иерусалиму вдоль берега. И это место многих сражений. А сражение будет на поле, расположенным рядом, в долине Изриэль. А что значит термин «Изриэль»? Он означает «Бог насадит». Он в последние времена вернет свой народ и снова насадит его в долинах и на холмах, в Галилее, в Самаре, Иудее, в Шефеле, вдоль берега, в Негеве. И именно это Бог и делает в наши дни. Писание исполняется. Мы видим верность Бога своему пророческому откровению. Это происходит. И вот что Он обещает здесь, что Он, когда вернется во второй раз, я говорю о Мессии Иешуа, Иисусе Христе, Он установит Своё Царство, избавит Свой народ Ветхого Завета, приведя Его к вере в то же самое Евангелие. Есть только одно имя, которым надлежит нам спастись. Это имя Иешуа Хамашиах, Иисус Христос. Только через Его евангельское послание. И вот что мы будем делать на нашем следующем занятии. Мы будем говорить о двух библейских знамениях. Первое знамение — восхищение церкви. И другое, хоть и похожее, но очень-очень важное различие. И это знамение для второго пришествия. Два разных знамения. Почему? Потому что восхищение церкви и второе пришествие — это два разных события. Так что, если вы не знаете, что это за два разных знамения, и мы прочтем о них в Писании, тогда обязательно смотрите нас в следующий раз. Потому что это будет важное изучение о верности Бога. А до того времени пусть Бог обильно благословит вас. Шалом из Израиля! Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля!